Добрый вечер, уважаемые футболисты! Добрый вечер всем! Спасибо, что вы приехали еще раз к нам. Первое, вы всегда благодарите нас за все результаты. Мы тоже хотим вам благодарить за каждую игру, как вы нам поддержите и сделали. По контракту ситуация не так очень приятная. Приговоры уже идет уже 7-6 месяцев, но моя мечта была всегда здесь остаться и закончить карьеру. И здесь. Но не все зависит от меня, к сожалению. И я считаю, что человек, который играет за командой 12 лет, клуб должен прилагать усилие. И на дальний момент это я не вижу. Как я не видел тоже Дмитрий Тарасов, который играл для нас здесь почти 10 лет. И отношение к Тарасову было такое вообще неприятно. Два болезненных вопроса. Мы не готовы повторить предложение, которое Гиля получил от другого московского клуба. Мы сделали предложение по схеме 1 плюс 1. У него на столе предложение на 3 года. Хорошее, сильное, богатое предложение. У нас с ним контракт до конца этого года, до 31 декабря. Они просят, чтобы мы отпустили сейчас. Но по сумме выкупа, который мы готовы обсуждать, мы пока не договорились. Скорее всего, Гиля у нас останется до 31 декабря, а потом уйдет. Мы можем два дать, это не принципиально важно. То есть здесь вопрос по формату 1 плюс 1 или 2 – это не проблемная тема. Василий Александрович, еще один вопрос. Сейчас, секунду. Смотрите, я вам сказал, что я деньги считаю. Я за эти деньги могу взять в Европе хорошего уратаря. Вопросы по… Стоп, стоп, стоп. Вы же смотрите, я же не в дискуссии. Я отвечаю на ваш вопрос, да? Значит, могу взять в это, считаю деньги. В той ситуации, в которой находится клуб, я не могу платить за верность такую квоту. Мы и так здорово подняли. У нас было первое предложение 1,9. Мы серьезно его увеличили. Но все равно мы отстаем от предложения другого клуба. И повторить его не можем. Еще раз, я говорю, 2. Вы имеете в виду 3? Нет, там все равно возникает тема подъемных. Я же говорю, повторить не можем. Это Archangel. Я просто хочу! А, это, да? Скажи.